Итак, еще раз, еще раз. Добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем бизнес-канал на Финам.ФМ. Сейчас время бизнес-класса, как всегда, в 16.03 по Москве. Сегодняшняя тема звучит следующим образом. Развитие филиальных сетей и дистрибуция товаров. У меня в гостях Татьяна Сорокина, генеральный директор Юнит Консалтинг. Добрый день, Татьяна. Добрый день. И еще, да, еще одно важное обстоятельство. В связи с вами я его произнесу, и вы мне поможете. Дело в том, что Татьяна автор делового бестселлера. Как называется он? Филиальная сеть развития и управления. Вот так вот. Это не просто так. Конечно, я надеюсь, вы расскажете нам о нем тоже поподробнее, да, как идея возникла, как, собственно, реализовалась. Потому что книжки писать, это дело непростое. Согласна. Слышал, по крайней мере. Выношенное. Именно, именно так, да. Как говорили великие, если ты не можешь не писать, не пиши. А в этом случае, я так понимаю, да, не было возможности не писать, потому что оно вот где-то там внутри. Распирает и хочет заделиться. Ну что ж, об этом мы тоже поговорим. Прежде чем мы начнем беседу, я напомню, уважаемые слушатели, присняйтесь к нашему разговору. Телефон студии 6510996, код Москвы 495. Сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, спрашивайте. Ну что ж, Тань, давайте начнем беседу. Может быть, прям с книжки и начнем. Это интересно. Да, книжка, на самом деле, первый раз возникла идея книжки. В далеком, мне кажется, это было в 93-м году, когда я работала в крупном холдинге, и собственник, владелец господин Бойко, очень известный предприниматель. Тот самый Бойко. Да, да. Дал нам задание выстроить систему управления, там и банк был, и туристическая компания, то есть разветвленная такая структура. И вот первым делом мы отправились, тогда мы были очень ученые, отправились в библиотеку смотреть. Но даже зарубежных книжек мы не нашли, что-то нам прислали. А библиотеку в Ленинку? В Ленинку. Конечно. В Ленинку. Вот, нашли в каталоге, что в какой-то стране где-то есть какая-то книжка, через месяц нам придет. Вот, это вот было максимум, что нам удалось. И вот с тех пор у меня возникло желание, что все-таки... Она пришла через месяц-то или вы отказались? Да, 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 да. Мы ее потом простудировали как-то, мы ее использовали. Представляете, не было интернета. Насколько проще решаются задачи сейчас, правильно? Совершенно верно. Боже мой, все в пять минут. И все-таки эта книга случилась. Она интересна тем, что там кроме наших рекомендаций... Она когда появилась-то, кстати? Она появилась в 2007 году. Кануне кризиса я обязательно добавлю. Ну да, 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 совершенно верно. Интересно тем, что последний раздел это практика. То есть мы очень долго опрашивали и как бы, так скажем, изо всех сил просили наших клиентов поделиться. Мы знаем у наших клиентов передовой опыт, но мы не можем его говорить, потому что мы скреплены договором, как правило. И мы обращались ко многим с тем, чтобы вот... Разрешите. Она буквально, да, отказала, но были те, кто высказался. И есть очень интересная еще дополнительная статья вот от практиков. То есть она такая разносторонняя получилась. Здорово. Здорово. Ну и тем не менее, давайте начнем с того, что, насколько я понимаю, да, филиальные сети и некие сети дистрибутивные, это вещи разные. Совершенно верно. Давайте отсюда начнем. В чем эта разница? Я так понимаю, бизнес строится, да, как бы стратегически, да, он либо основывается на филиальных сети, да, либо на дистрибуции изначально. И какие-то разные задачи решаются при этом. Или все-таки задача одна, просто это разные средства ее решения, разные пути, да? Да, ближе все к тому, что это разные средства, то есть, по сути, это как бы два типа каналов. Один канал собственный, филиальная сеть, мы его строим сами, у нас очень изрядные бывают вложения, затраты инвестиционные на создание сети филиалов. То есть мы на это идем, мы к этому готовы, потому что главное, что это наше все равно остается, да? Да, это наше, это наше, оно может быть убыточное, может быть прибыльное, может быть ошибочно открыто. Но сердце греет, это, да. Вот, да, это вот наш собственный канал. Есть компании, огромные компании, я думаю, никто не скажет, что компания Unilever маленькая компания, гигант. Но у них принципиально они не открывают филиалы по всему миру, например. Они работают через посредников, дилеров, либо дистрибуторов. То есть это тоже стратегия создания с бытовых сетей, она также имеет место быть. А, кстати, если говорить о конкретном примере, который вы назвали, ну или в принципе, вот наш, что может точнее оказывать, да, на конечное решение? Что моя стратегия развития будет основана на филиалах, либо я буду работать через посредников? Что в конечном итоге? Да, да, на самом деле вообще, если посмотреть гуру в этом направлении, то как бы практически красной нитью через многие-многие их там вот тезисы, как бы мысли проходит основная идея о том, что все-таки всегда рекомендуется начинать работать с посредников. С работой гилеров, дистрибуторов, если, соответственно, вы не выходите на плановые показатели, либо они там по качеству, там, я не знаю, там логистику не могут вам, а вам нужен температурный режим в складах, а у них нет средств, чтобы как бы организовать там, либо еще что-то, ну тогда, да, приходится открывать филиальные сети. Хотя, еще раз, есть, конечно, безусловные четкие показания, когда вот филиальные сети однозначно показаны. Их буквально там 4-5, все остальное уже варьируется. 4-5 этих показаний вы имеете, а можно их как перечислить? Ну вот один я уже сказала на примере, скажем, вот. То есть если не получилось с посредником по какой-то причине, значит, мне надо филиал открывать. Да, совершенно верно. Если количество либо качество посредников нас не устраивает, абсолютно, это вариант. Очень часто бывает так, что компания имеет специфический продукт, либо, ну как бы их конечные клиенты, очень какой-то узкий такой сегмент. И ты посредников не найдешь, как бы там небольшой кусочек пирога, они отказываются работать. То есть ты как не стремись, а если у нас такое понятие, что твой товар, товар-производитель для дистрибутора ассортиментный. И как бы ты там не выстраивал систему мотивации, вот, ну не хочет он с ним работать. Вот, по сути, тоже остается только работать, да, через свои собственные подразделения. Было много таких тоже у нас в России истории, когда меняли модели, как бы переходили вот от модели дистрибуторской. Ну и третий тоже очень важный момент, это связанный с стратегией компании. То есть если у нас стратегия стать лидером, абсолютным лидером, задавить всех, ну тут показано просто безусловно как бы филиал. Именно потому, что действительно, да, я буду и здесь, и здесь, и здесь представлен в одном лице, что называется, да, а не то, что посредник, да, кто-то может выяснить, что оказывается это непосредственно, ну связанная со мной, да, так сказать, какая-то компания, а кто-то об этом и не узнает. Посредник работает под своей маркой ведь это не так. Абсолютно, абсолютно. Ну, как правило, все теперь уже с брендами, да, то есть товар-то бывает брендованный, то есть все равно как бы до потребителя-то это дойдет, да, но просто качество работы посредника очень часто может не устраивать. Вот, и есть реально как бы одно серьезное ограничение у развития вот этого показания, по сути, да, то есть то, что всегда будет следовать результат открытия филиалов, да, это вот несколько, три-четыре базовых момента. И против это сложность воспроизведения бизнеса. На самом деле есть… Воспроизведение бизнеса, то есть как некой модели, да, как некой модели. Ну, чаще всего это связано с организацией бизнес-процессов. Не все услуги, например, поддаются тиражированию. Вот есть ряд сложных услуг, там тоже можно как бы организовать, но это будет значительно сложнее. И вот такую реально как бы там крупную масштабную сеть, ну, не так просто сделать. Я понял. Ну, например, СИСКО, то же самое, тоже посредники, там очень сложные услуги, ну, например. Да, понятно. Хорошо, ну, с чего мы начнем более детально разговаривать, либо с филиала, либо с дистрибуции, как вам удобнее? Филиалы. Филиалы, давайте, давайте. Итак, филиальная сеть, это, по сути, да, еще раз я повторю вас же, да, это тиражирование моего собственного я в какой-то степени, да. Именно поэтому филиальная сеть в данной ситуации, да, она, ну, рангом выше стоит для меня, как для основания, да, основателя бизнеса, потому что это все-таки мое детище, мое детище, я за него ответственен. И в конечном итоге каждый филиал, это, конечно, да, это меня непосредственно представляет. Ну, безусловно, для того, чтобы вывести компанию на уровень филиалов, ну, так же, как и, например, вырасти из компании в группу компаний, да, нужно иметь очень хорошую бизнес-идею, реально, то есть это реально, как бы действительно хороший работающий бизнес. И тоже так же, если говорить про тиражирование, то есть, условно говоря, там несколько, ну, базовых таких моментов, которые обязательно нужно учитывать при тиражировании. Вот, первое, это то, чтобы четко понимать, в каких регионах нужно открываться, каких не нужно, иметь региональную стратегию обоснованную, рассчитанную, как бы через цифры, через совершенно фактические данные. Вот, это реально очень важно, это первый момент. У нас очень много клиентов, которые, например, имели какое-то определенное время филиалы в Санкт-Петербурге. Ну, логика была, когда спрашивали, почему. У них основной бизнес в Москве, да? Да, причем я сказала именно слово «имели». То есть, в тот момент, когда мы с ними разговаривали, они уже их не имели. Вот, и когда мы спрашивали, как же так у них вышло, он говорит, ну, вот понимаете, как бы вообще это вторая столица. И генеральный говорит, ну как, это имиджевые, это очень важно, открываем. Работают убыток, год, два убыток, закрываем. То есть, не все регионы как бы одинаковы, поэтому очень важно как бы иметь подходы по оценке региональных рынков, это очень важный момент. Вот, в тиражировании еще очень важно... Извините, это связано с спецификой бизнеса, да? То есть, чем я занимаюсь, в конечном итоге. В Москве это вот работает, а в Питере это не пошло почему-то. Да, в этом причина? Да, там на самом деле комплексная методика оценки региона. Я могу немножко попозже как бы про нее рассказать. Она такая составная, из нескольких составных частей состоит. Второе, это очень важно как бы выстроить базовую структуру управления, чтобы были люди, которые реально управляют филиалами. Потому что иногда даже встречаешься ситуации, что вроде бы и компания прибыльная, и бизнес немаленький, и в регионах как бы они представлены, а по-прежнему как бы ответственных за вот эти детище их региональные, они как бы отсутствуют. Структура со всеми вытекает, мотивационная составляющая очень важна. Еще есть четвертый очень важный момент, это то, что связано с сопровождением вновь открываемого филиалу. Вот специальные процедуры, они должны быть. И я как бы всегда тоже отдельно про это говорю, потому что, например, в Екатеринбурге у нас филиал, там есть директор. Ну, предположим, рынок прекрасный, замечательный. Я прошу прощения, мы сейчас новости послушаем на Финам.ФМ, потом продолжим нашу беседу. Итак, друзья, продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, в студии сегодня Татьяна Сорокина, генеральный директор Юнит-Консалтинг. Мы обсуждаем тему развития филиальных сетей и дистрибуции товаров. Я еще раз напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании Финам.ФМ. Уважаемые слушатели, звоните, пишите, задавайте свои вопросы Татьяне, она на них обязательно ответит. Итак, мы продолжим, мы сейчас более детально обсуждаем специфику развития именно филиальных сетей, потом о дистрибуции отдельно поговорим. Продолжайте, пожалуйста, пример. Мы остановились на тиражировании, что еще важно для тиражирования. Вот я вспомнила про Екатеринбург, как славный город такой. Предположим, у нас есть филиалы, у нас есть директор филиалов. Директор филиалов, вообще говоря, это средний менеджмент, это управленец, линейный менеджер. Собственно, вот когда его брали, то к нему предъявлялись именно такие требования. Но обращаю внимание, что когда он открывает филиал, он запускает бизнес. И в этом случае он уже не менеджер и не управленец, он предприниматель. Далеко не все могут это потянуть. Поэтому обязательно сопровождать определенный период времени филиал, вновь открываемый филиал. Есть несколько форм сопровождения. Например. То есть надо посматривать за тем, что там происходит другими словами. Да, ну, например, как бы команда открытия. Очень многие высылают команды открытия, которые являются, ну, типа, наставниками для ключевого состава, начиная с директора. То есть работают непосредственно, да, те, кто призваны. Долгое время работали в сети. Они выезжают, собственно, запускают, помогают запускать филиал, решают все вопросы. Параллельно они действуют, параллельно, да, или совместно там как-то. Они действуют совместно. Очень многие даже делают так, что, по сути, по окончании этого срока они подписывают акт приемки-передачи с указанием тех проблем, которые оставлены основной команде филиала и срок, в котором они должны доработать, вывести, как бы, на нет все огрехи подчистить. Ну, другие формы, там, проектная форма есть, когда просто менеджеров в компании назначают и так дальше. То есть есть разные формы. Менеджер открывашки есть, open manager, есть такое слово открывашка, open manager. Вот, то есть есть разные формы, но сопровождать нужно. Это, по сути, тоже очень способствует тиражированию, реально. Вот это как раз конкретный пример, да, связанный с городом замечательным, о котором вы заговорили, да? Ну, да. Хорошо, дальше, дальше, значит, мы говорим сейчас о тех, о специфике. Вот, в принципе, очень интересно, да, как раз разговор об этом уже мы начали, специфика региональная, региональная. Вот тот пример, да, когда в Питере почему-то не пошло, хотя в Москве все было хорошо. Он с чем связан? Дело в том, что регионы, да, какую-то добавляют изюминку, что ли, да, в каждом регионе, я не знаю, там, ментальность какая. Какая-то разная или что? Ну, ментальность, да, тоже есть. Я не думаю, что это один из таких основных ключевых факторов при выборе места для филиалов, ну, в открываемых. Ну, многие действительно про это говорят. На самом деле есть целый ряд параметров, которые очень важно бы учитывать. Для разных компаний по-разному, ну, примерно от 2 до 5-7 параметров очень хорошо бы просчитать до того, как открываешь филиал. Вы говорите у разных компаний по-разному, то есть у компаний, занимающихся разным бизнесом. Да, у компаний, да, из разных сфер бизнеса, из разных отраслей бизнеса их может быть разное количество. Ну, очень важно вообще оценить, что происходит с регионом. Это причем не имеет никакого отношения к бизнесу. В целом, да, что это за регион? Да, от Крымаевого филиала. Это вот некоторые регионы бедные, некоторые богатые. В кризис, например, была очень интересная ситуация. Наши клиенты говорили, что вот какое-то время назад был золотым треугольником, а теперь стал Бермудский треугольник. Про три миллионника. Кстати, туда в этой интерпретации попадал тот же самый Екатеринбург, про который мы вспоминали. Пермь и Самара. Вот очень многие наши клиенты называли, что они очень рухнули. Это не связано было с их бизнесом, это было связано с экономикой региона, да, то есть ее важно оценить. Дальше есть оценка емкости по своему продукту уже, тоже очень важно. Ну, а дальше там начинаются разные вариации. Конкурентность важна. Может быть, помните, какое-то время назад была такая совершенно замечательная компания, называлась Техмаркет. А потом ее проглотила Евросеть, вот, у них они были немножко подороже, чем Евросеть, и потом как бы полностью ассимилировались. То есть я вот мне о коммерческих рассказах, знаете, говорят, у нас прекрасные маркетологи, они великолепно оценивают емкость рынка. Я, говорят, выхожу в регион, где емкость большая, продаж нету. Выхожу в регион, где, говорит, емкости нет, там продажи отличные. В чем дело? Дело в наличии количества и качества тех самых конкурентов, которые в регионе сидят. Вот, поэтому тоже важный параметр, тоже многие учитывают. Многие учитывают логистику, потому что в цене зашиты логистические издержки, очень серьезно, тоже очень важно. Вот недавно, например, мы помогали компании рассчитывать, это компания, так называемая сфера B2B, ну, вот кто, может быть, не помнит, индустриальные промышленные компании, называется B2B. Мы там взяли всего два параметра, по сути. У них прямые конечные клиенты производства, четыре отрасли. Мы на карту нанесли самые крупные, у нас просто получилось физически, где можно открывать филиал, где есть скопление, так скажем, их конечных потребителей. Тоже вариант. Да, да, согласен, согласен. Давайте тогда более детально вот о чем поговорим. В каких сферах, ну, по вашему опыту, естественно, да, в каких сферах бизнеса чаще всего говорят о филиале? Ну, вот я думаю, что все-таки по сферам бизнеса вряд ли можно отнести. Вот те первые критерии, как бы, показан или не показан, филиальная сеть, они, наверное, более как бы основополагающими являются. Вот, практически все и розничные компании открывают филиалы, но они часто открывают большие дивизионы, вот там розничная пятерочка сетки, да, они ставят дивизион в регионе, типа мини-голову, и вокруг нее огромное количество магазинов открывается, да. Один распредцентр, один учебный центр, вот как бы их модель развития, да. Если это B2B сфера, там очень часто бывают небольшие филиалы, там до пяти человек, окупаемость у них относительно как бы в короткие сроки происходит, просто форма другая. Вот, но вот единственное ограничение, это сложность вот услуги, еще раз, я просто по отраслям вряд ли можно найти какой-то, в какой-то больше, в какой-то меньше, это вряд ли. Не так связано, да? Да, не так связано, это с масштабностью бизнеса. Хорошо, а как определить, что филиальная сеть успешная, ну, через какое-то время, наверное, да, по каким показателям это? Да, успешность, это, конечно, интересная вещь. Вот я могу сказать так, что если, например, компания отдельно не задумывается насчет успешности филиалов, то через некоторое время получается примерно такая картинка. Вот, предположим, у них 10 филиалов, из них 3 филиала просто передовики, еще 3 филиала, ну, такие средненькие, у них, конечно, возникают иногда там провалы, но в основном как бы они выше нуля, как бы в прибыли они, что-то в небольшой, но есть. И вот штучки 3 такие практически убыточные, которые ниже в отрицательной сфере уходят. Вот, то есть на самом деле вот соотношение или процентное соотношение успешных филиалов, и дальше возникает вопрос, как компания оценивает успех? Я сейчас говорю просто про прибыльность. Если компания четко знает свою стратегию, например, мы очень часто встречали такой показатель, как, ну, например, количество, процент именно филиалов, в которых заданная доля ключевого продукта продается, или процент филиалов, которые являются лидерами в своем регионе. Вот, то есть они говорят, ну, у нас успешная сеть, 60-70% у нас лидеры. Это действительно хорошие показатели. Это как раз показатель успешности филиалов, в данном случае. А вот если, опять, к вашему примеру вернуться, есть 10 филиалов, трое очень успешных, трое нейтральных, нам, условно говоря, там показывают время от времени, а остальные, ну, аутсайдеры такие, то в целом успех филиальной сети, да, если ее оценивать вот таким образом, он будет каким-то образом усредняться или все же выделяется каждый конкретный пример и делают соответствующие оргвыводы? Ну, конечно, да, по-хорошему нужно бы те, которые вот три с отрицательной рентабельностью наши просто взять конкретно на полгода, ну, на четкий контроль, да, и по результатам этого либо закрыть их через контрольный период, либо там все-таки оставить, ну, серьезно изменив. Средненькие как бы усилять менеджерами, ну, передовиков как бы поощрять только дальше. Вариантов-то особенно нет. То есть, да, я говорю о том, что с каждым филиалом, да, конкретная работа все-таки происходит у главного офиса, да, не на круг, что называется, да, считается прибыль, а смотрится. Ну, правильно, конечно, смотреть, конечно, да, рассматривать каждый конкретно. Таня, расскажи, а что такое масштабирование филиальной сети? Такой термин есть. Да, безусловно, есть такой термин масштабирование филиальной сети. Я бы сказала следующим образом, что, наверное, по количеству филиалов можно выделить несколько этапов развития компании. Ну, например, до того, как я стала консультантом, я работала в компании, у нас было 120 филиалов. 120, да, я, собственно, и была тем управленцем, который заведовал, так скажем, и клиентской политикой, и разработкой продуктов. То есть, вы, по сути, управляли всеми 120 филиалами? Да. Ну, как средний менеджмент, как средний. То есть, у меня полномочий было не так много в рамках того, что мне было отведено, да, управляла, безусловно. Вот, это реально, это как бы больше 100, это очень большая сеть филиальная, безусловно. То есть, по практике можно выделить так, что становление до 10 филиалов. Вот, примерно, как бы, компания научается работать с филиалами, что это такое, как для нее это организационно нужно, не нужно, в районе 10 филиалов. От 10 до 40, как правило, это налаженная уже система управления, это вот средняя филиальная сеть. И больше 40, вот там, например, те же самые 120, это масштабная филиальная сеть. Для меня показательная масштабность, это несколько десятков филиалов, это однозначно, ну, как бы практика показывает. И масштабная филиальная сеть, она уже, ей невозможно управлять, вот так, как мы определили вначале, что есть там тиражирование через структуру, через мотивацию, да, через сопровождение при открытии, это уже будет недостаточно для того, чтобы управлять такой сеткой 120 филиалов. Нужно будет что-то еще. А что еще, что туда добавляется, по сути, подходы-то все те же самые, наверное, да, просто за счет количества, да, усложняется этот процесс. Да, за счет количества, за счет реально, как бы, очень большие объемы, очень большие масштабы. И для того, чтобы этим управлять, таких простых технологий менеджмента, как мы говорим, недостаточно. Необходимо подключать, вот есть такие модные, возможно, как бы многие слышали, подходы, как управление по целям, система сбалансированных показателей, процессный подход. Вот что-то из технологий менеджмента нужно будет выбирать и ставить для того, чтобы сетка действительно была, в масштабе работала вся, в масштабе работала хорошо. А мы более детально можем поговорить о том, что такое управление по целям, например, и прочее? Я могу, да, кратко, сводно дать, что, когда, чего, как, по сравнению этих трех подходов. Давайте, мы обязательно об этом поговорим. У нас сейчас через некоторое время новости на Финам ФМ. Я, слушая вас, вдруг подумал о том, насколько сложно управлять большим количеством этих самых филиалов. Вспомнилась мне «Москва слезам не верит». Помните, там, героиня Алентовой своей подруге рассказывает, что надо научиться управлять, там, по-моему, пять человек, десять, а если ты пять человек, десять, то уже неважно, сколько, тысяча, там, или две тысячи, три. Все-таки с филиалами немножко иначе выглядит, да, история? Не так все... Акценты по-другому, да, расставлены. Да-да-да, не так все, наверное. Ну что ж, об акцентах, собственно, мы поговорим чуть позже. Сейчас, как всегда, мы послушаем новости на Финам ФМ, а потом продолжим наш эфир. Еще раз говорю, мы сегодня обсуждаем развитие филиальных сетей и дистрибуции товаров. Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам ФМ. Тема сегодняшнего эфира – развитие филиальных сетей и дистрибуции товаров. В гостях у меня Татьяна Сорокина, генеральный директор Юнит Консалтинг. Я напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495, и сайт компании финам.фм. Ну что ж, Таня, давайте продолжим. Вот тема замечательная. Существуют какие-то общие подходы, общие подходы в работе реагинальных филиалов? Да, но мы остановились на сравнительных подходах по технологиям менеджмента. Так, давайте сначала о них, а потом к этому вопросу. Да-да, давайте об этом. Значит, получается следующая картина, что по-разному совершенно управляют масштабными сетями. Есть технологии, от которых никогда не отказываются. Ну, например, система сбалансированных показателей. Мы не знаем ни одну компанию, которая бы начинала и отказывалась. Ну, есть, например, такая вещь, как процессный подход. Я знаю ни одну компанию, которую начинали и решали через какой-то период времени, что это не для них. Это вообще не их формат, и в таком варианте они работать не будут. Это более сложное, требующее огромного прописания регламентов, инструкций и так далее. Именно потому, что более сложное. Да, но, скажем, розница, та же пятерочка, которую мы вспоминали, банковская розница, те же самые компании страховые, они все уже прописались по процессному подходу. Они по-другому не могут. То есть некоторым компаниям это необходимо, жизненно необходимо. Это зависит от размера компании, может быть, или специфика бизнеса? Это зависит от того, насколько должны быть однотипные рабочие процессы. Если они должны быть, вот, как две капли воды похожи, филиал на филиал, вот, то тогда это показан процессный подход, например. Вот. Есть еще одна совершенно замечательная вещь, это управление по целям, и есть горячие поклонники управления по целям. Например, лет 20 у нас в Москве представлял Оракол господин Щербаков, он возглавлял Оракол. Вот. Он был горячим поклонником всегда управления по целям и считал, что вообще, как бы, в России никакой другой подход не работает, потому что этот самый свободный, то есть мы цель выставляем и под нее критерии подбираем. Вот, совершенно замечательно. А там идея в том, что сам филиал определяет свои критерии достижения цели, то есть он является хозяином цели. И тогда... Еще раз, сам филиал определяет цель или критерии ее достижения? Критерии достижения. Да, цель ставит, понятное дело, голова, управляющая компания, но критерии определяет сам филиал, а по идеологии получается... Но есть какой-то набор этих критерий, он может выбрать, да? Ну, он согласует с управляющей компанией, с головой-то он согласует, безусловно. Нет, он может выбрать реально, как бы, разные, реально разные показатели, вот. Но из-за того, что он хозяин, он за эту цель борется, и он ее выполняет. По крайней мере, исчезает ситуация, когда вы ставите план на филиал. А он не выполняется? Да нет, он просто переводит вам 20 причин, почему это сделать невозможно. И вам очень сложно спорить, потому что он на своем рынке, он его очень хорошо знает, и у вас аргументов не так много. Вот эта ситуация, она просто уходит в этом случае. То есть развязываю руки я, да? Я директору филиала говорю, ну хорошо, задачу надо выполнить, а когда ты это сделаешь, это уже твои проблемы. Он эти проблемы решает. Да, то есть вот процессный подход, управление по целям и система сбалансированных показателей. Система сбалансированных показателей в последнее время активно очень многими используется, очень многими применяется. Как выглядит это? Выглядит следующим образом. Есть четыре основных блока, в которых проставляются цели. Вот вы обязаны проставить цели, например, по продажам, обязаны по финансам, обязаны по клиентам, замерять их удовлетворенность, обязаны по персоналу, замерять его удовлетворенность. Интересная вещь, как бы практически мало кто из российских компаний это способен делать, но тем не менее. А по какой причине мало, да, примеров в России таких, почему они не способны делать? По каким причинам? Ну, как-то удовлетворенность персонала, это очень передовые подходы, да. Конечно, нет, встречаются, безусловно, я знаю компании из топ-400, практически все так делают, но их не так много на самом деле. То есть вот эти вот четыре базовых подхода, они для масштабных сетей, больше нескольких десяток филиалов. Но простыми методами уже не получается управлять, нужно брать что-то из вот имеющегося этого арсенала, так скажем. Ясно, ясно. Ну и вот этот вопрос, да, который мы начали обсуждать, какие-то общие подходы существуют ли в работе региональных филиалов? Ну вот тут я бы немножко его просто переформулировала. Смысл в том, что работа региональных филиалов, она зависит от того, как ими управляют. Поэтому, наверное, правильнее было бы говорить о общих подходах в управлении. И, например, там наши зарубежные коллеги, они неоднократно, вот кто уже давным-давно занимается там консультированием, они неоднократно отмечали, что если плохо работает филиал, то виновата голова. То есть она что-то не предусмотрела. Вот, поэтому здесь правильнее все-таки говорить по... Я уточню, Таня. Общим подходом. Голова филиала или голова общая? Общая управляющая компания, главный офис, его называют центральный офис, его называют головной офис, его называют управляющая компания, три там самых популярных термина, которые у нас существуют. Вот, и вот эти базовые три подхода, они очень как бы тоже важны, связаны с тем, насколько экономически самостоятельно, по мнению управляющей компании, головного офиса, должен быть филиал. Вот, базово выделяется три категории филиалов по мере экономической самостоятельности. Ну вот, то есть, например, один филиал у нас полностью должен маршировать. Вот он никакой экономической самостоятельности не имеет. С утра до вечера он выполняет только то, что предусмотрела управляющая компания. Это означает, что в его распоряжении абсолютно нет такого инструмента, как цена. То есть цена определяется главным офисом. Никакой региональной цены не существует. Ну, в смысле, она может существовать, но, тем не менее, рассчитывается в управляющей компании в голове. И ассортимент, то есть жесткой поставки, например, из головы, централизованной поставки ассортимента. Вот это способствует тому, что филиал полностью экономически как бы подминается, ну или как бы работает по стратегии, предусмотренным главным офисом. То есть его задача техническая просто, да? Да, да, совершенно верно. Такая модель экономическая называется оператор. Он оператор. Просто оператор. Оператор, да, совершенно верно. Вторая модель экономическая, когда появляются какие-то дельты, зазоры. Самостоятельности. Самостоятельности, да. Вроде бы посмотрели, пять лет филиал работал, шесть лет работал, все время выходит на хорошие показатели. Но говорит, что вот теперь вот что-то ему тесновато в тех рамках жестких, которые ему голова. Ну, посмотрели, вроде бы да, можно ему немножко самостоятельности дать. Вот дает зазоры как раз по цене дельту. И, например, там, 15-20 ассортимента процентов ты можешь сам определять. Можешь на своем рынке искать, где хочешь. Главное, чтобы они там были экономически для нас целесообразны, эффективны. Вот это дельта по цене, кстати, это некая мотивация опять для того же филиала, да? Да, безусловно. Он уже начинает распоряжаться частью прибыли. В этот момент он уже имеет возможность что-то сам для себя зарабатывать, да, и не все перечислять в управляющую компанию, так скажем. Ну и вот это называется стратегический контролер, такая модель. Стратегический контролер. Стратегический контролер, да, да. Есть такое название. И самая свободная модель, когда полностью самостоятельное подразделение, в принципе, уже не важно, как бы, как ты зарабатываешь, зачем зарабатываешь. Мне важно от тебя получить определенную, там, например, норму по прибыли, да, или, там, какой-то норматив по отдаче на вложенный капитал, там, показатель ЕВА. То есть это основное. Все остальное это уже твое, да, и ты сам. Ну, конечно, ты должен работать в рамках стратегии. То есть если мы фармацевтическая компания, безусловно, ты не можешь торговать сталитейными трубами, да, то есть у нас стратегия другая. Хотя это так выгодно, да, вроде бы на вашем рынке такие, такие возможности. Да, да, да. Вот, вот три модели, собственно, три модели. И если посмотреть исторически, то развитие, как бы, одной отдельной взятой филиальной сети, то очень многие идут от операторской модели к более свободным моделям. То есть это вот такая тенденция, которая присутствует. То есть, да, все же сначала мы смотрим, как люди работают, потом даем им немножко самостоятельности, опять смотрим, как на них это повлияло. Ведь это может и в отрицательную сторону повлиять. Конечно, конечно, да. А потом уже. Да, то есть вот базовые такие подходы, которые лучше всего работают, это тоже важно учитывать. Они неплохо там связаны со структурами, то есть они великут за собой целый ворох еще других, так скажем, технологий менеджмента, которые будут использоваться. Вот эти три базовых подхода. Таня, у меня вопрос непосредственно к вам, как к генеральному директору компании Юнит Консалтинг. Вы осуществляете консультационные услуги, да, я так понимаю, да? Как раз учите людей, как правильно, да. Да, да. Ну, у нас есть два типа услуг. Это консультирование и тренинги семинара. Консультирование-то мы делаем, по сути, как бы под ключ. То есть если это касается филиалов, мы можем действительно разработать и методику оценки регионов, и разработать и штатную, и мотивационную сетку. То есть абсолютно все. Ну, то есть с нуля, что называется, вот у меня появилась идея филиальную сеть организовать. Я к вам обращаюсь. Да, совершенно верно. Если это касается дистрибуции, то там, опять же, разработка всего, вплоть до коммерческой политики. То есть все базовые, как бы, подходы, инструменты разрабатываем. Кстати, касаемо дистрибуции, да, мы уже практически 40 минут говорим о филиальных сетях, и это очень интересно. Действительно, эта тема такая, я бы сказал, глобальная, но есть другой подход, да, мы в самом начале об этом говорили, это работа через посредников, через дилеров, да? Дилеры и дистрибуторы, да. Дистрибуторы. Как выглядит это, в чем принципиальные отличия, еще раз можно. Сеть с бытовой в этом случае не своя собственная, она посредническая, и нужно предусматривать механизмы, которые позволят бы долго вокруг себя держать вот этих самых посредников, дилеров и дистрибуторов. И реально, там, многие посматривают, вот, например, этот год он со мной, что будет через следующий, через год, с кем он будет из поставщиков будет работать. А он волен, да, естественно, принять решение, сказать мне с тобой не так сладко, вот пойду я тут. Совершенно верно, да, со всеми вытекающими. Это главный риск, я так понимаю, да, все-таки работать? Ну, это один из основных рисков, да, это низкая лояльность, да, это вот такая краткосрочность сотрудничества, они всегда отслеживают свои финансовые интересы, безусловно, да. Прежде всего, наверное. Прежде всего, конечно, они совсем не такие могут быть, как у поставщика услуг. Вот, поэтому там, конечно, есть ряд минусов, но, тем не менее, вот, опять же, с точки зрения затратной, это все равно наиболее оптимальный вариант. Затрат, безусловно, значительно меньше, безусловно. И вот, чтобы выстроить долгосрочное сотрудничество, вот, тоже есть какие-то базовые подходы, которые необходимо использовать. Ну, например, там, очень хорошо бы разработать систему определения, какому статусу, какому, как бы, уровню соответствует твой, той или иной, вот, этот торговый партнер, как мы говорим. Вот, эта статусность присваивается, он получает за эту специальную цену, как правильно, либо специальные, какие-то мотивационные, денежные. А кто ему присладывает этот статус? Поставщик. Поставщик. Производитель. Основываясь на том, что он у себя представляет на данный момент, да, это же уже готовый какой-то участник рынка. Да, безусловно, это, как правило, тот уже, с кем мы и работали, и, возможно, даже и не год. Вот, и очень важно именно понять, кого, в какую категорию-то можно отнести по результатам их работы за год. Вот, как правило, смотрится, подробно рассматривается все, что было с продажами, и после этого, как бы, принимается решение о том, как бы, какой статус будет получать. Ну, это, я так понимаю, тоже определенным образом мотивирует, да, посредникам. Да, да, потому что мы тебе говорим, смотри, вот, ты, например, берешь у нас на столько, ты получаешь пока просто статус партнера. Ты будешь брать на столько, ты будешь получать статус дистрибутера. Вот, это будет совершенно другая цена, это будут потом бонусы по результатам, либо премии, там, после закона о торговле, мы это немножко по-другому стали называть. Вот, это тоже очень важный момент, который на долгий срок ему сразу показывает, смотри, вот, ты, если со мной будешь лоялен мне, то, соответственно, как бы... В общем, другой поставщик ему предлагает то же самое, наверное, да, или более лучшие условия. Рядом стоит, нашептывает в ухо ему. Ну, пока еще это не так популярно, пока, в общем-то, присвоение статуса и организация сети, так как это не простая задача, а наш бизнес, в общем-то, не такой молодой, то это всегда дает реальный рывок и преимущество поставщикам, кто это сделает. А у меня какие юридические, какие у меня с ним отношения с дистрибутором? Юридические, все, я с ним договор, я сотрудничество заключаю. Или просто мы по рукам ударили, договорились? Да, это как бы возвращаемся к закону о торговле. У нас договор поставки. Договор поставки. Да, все оставлено в управленческих документах. Ну, этого недостаточно. В зарубежных странах, да, если можно пример какие-то привести, там все иначе выглядит? Да, те договора, которые, как бы я, например, видела, да, безусловно, там, например, разделение территории, возможно, еще что-то такое, четкое разделение территории. У нас очень много что является нарушением, ну, каких-то наших внутренних, внутреннероссийских подходов, и мы договариваемся, мы подписываем, ну, например, что-то в соответствии статусу, да, то есть какие-то управленческие документы. Я понял, сейчас еще раз прервемся, это у нас еще раз новости на Финам.фм, потом... Ну, что ж, друзья мои, последняя часть эфира, бизнес-класс на Финам.фм. Еще раз напомню, мы обсуждаем сегодня тему развития филиальных сетей и дистрибуции товаров. У меня в гостях Татьяна Сорокина, генеральный директор Юнит Консалти. Посетовала, Татьяна, за эфиром, что не так много времени у нас, только начали мы разговаривать с дистрибуцией, и вот уже, к сожалению, да, 10 минут осталось. Ну, тем не менее, мы успеем за это время о многом поговорить, Таня. Итак, расскажите, пожалуйста. Да, ну, мы остановились на статусе, что очень важно определить, к какому статусу относится тот или иной партнер. После этого мы определяем, как мы его мотивируем. Здесь в нашем распоряжении есть, собственно, и премии, и бонусы, и цена. В связи с введением закона о торговле, там есть некоторое определенное ограничение, но, тем не менее, это все равно по дельте, по ценовой дельте. То есть для того, чтобы, например, давать больше 20% дельты, мы должны это четко обосновывать. Клиенты у нас должны быть из разных категорий, это должно быть описано в нашей политике маркетинговой и так дальше. То есть просто это все должно быть формализовано. И этот блок, как бы, один, наверное, из ключевых мотивационной составляющей, то, ради чего, собственно, это и выстраивается. Это то, что экономический интерес, финансовый интерес представлять для такого партнера, он, наверное, основной в этом после статуса. И очень важно еще, например, прошел год, и нам нужно подумать, мы вообще с ним продолжаем работать, либо мы его рассматриваем уже, что-то, кого-то еще подыскиваем на этой территории, чтобы потом заменить. Это, как мы говорим, обычно регулярная оценка. Очень важно понять, например, насколько он нам лоялен. Ну вот, например, наши клиенты вот таким образом рассуждают. Три раза в год мы к нему выходили с предложением поддержки нашего бренда. Ну, рекламный какой-то, участие какое-то, материальное участие в рекламе. Там три раза пошел, на четвертый раз не пошел на участие. Вот там из десяти возможных баллов всем ставим ему. Не все максимальное, да. А почему пошел, почему не пошел, это не имеет значения, да? Ну, может быть, у него там сложные финансовые обстоятельства именно в четвертый раз. Да, но для того, чтобы, например, это оценить, то вот эту лояльность, хорошо просто взять другой параметр, еще дополнительный. Вы правильно говорите. Обычно под каждый вот такой тезис подбирается один-два параметра. А второй параметр, например, по лояльности очень важный. Это та доля, которую мы имеем либо в категории у него, либо вообще в его обороте. Потому что чем больше доля, тем, соответственно, больше он нам получается лояльнее. Мы больше имеем возможности на него влиять. Если, например, в категории он работает с нами, и мы держим 70% у него в категории, понятно, что он нам лоялен. То есть все равно как бы балл оценочный будет большой. При этом он может отказаться от участия в рекламной кампании, посвященной. Да, и тогда получается, что вот этот четвертый, то что раз он отказался, действительно, это рассматриваем, как всякое бывает в жизни. Какое бывает в жизни, именно так, конечно. И ряд тоже других параметров. Ну, помимо там объемных показателей, например, как он с клиентами работает, как он обслуживает клиентов, хорошо бы уточнить, посмотреть. Вот, посмотреть вообще... А как, кстати, такие вещи можно проверить? Это контрольная закупка, как называется? Да, есть два базовых подхода. Во-первых, через анкеты обратной связи, когда мы просто по факту делаем выборку и опрашиваем его клиентов, как он с ними работает. А у нас есть такая возможность. Договариваемся, конечно. И второй вариант, это когда есть какие-то рекламации, которые идут через голову дистрибутора, например, напрямую к поставщику. Это тоже как бы косвенные показатели, ну или более или менее прямой показатель, так скажем, того, что он хорошо либо плохо работает. Ну и ряд других показателей. На основании этого мы будем уже на следующий год четко понимать, что на этого мы делаем ставку, мы ему даем маркетинговые бюджеты, мы, возможно, ему больше отсрочки будем давать. То есть мы выстраиваем ту политику, которая позволит нам продавать, как бы иметь более лояльных партнеров, более стабильную сеть, так скажем. Ну и там, безусловно, еще много дополнительных параметров, которые тоже позволяют увеличивать продажи. Но вот базовые вот эти вот, несколько про которых я говорила, структура статусы, мотивация и регулярная оценка. Я понял. Таня, еще замечательный вопрос. Вот я здесь перед собой вижу их список. Методы управления и контроля удаленных сотрудников. Вот об этом, если можно, поподробнее. Во-первых, что такое удаленные сотрудники, но в контексте нашего разговора, по крайней мере, сегодняшнего. И, видимо, есть какое-то своеобразие в методах управлениями. Ну, вот мы когда начинали в самом начале, мы сказали, что вот есть вроде как бы там два канала. Мы говорим про дилерско-дистрибутерский канал и про филиальный канал. Вот два разных канала сбыта, канала продаж. Но на самом деле этих каналов, вот те, кто их считали, досчитали больше 50. Их много. И удаленные сотрудники, например, есть такая форма. У вас может быть филиал удаленные сотрудники, у вас может быть торговое представительство. Это тоже удаленные сотрудники. У вас может быть представительство, которое не занимается продажами, но помогает дистрибутерам продавать. Такие тоже форматы бывают, да. То есть люди, которые сидят буквально на базе дистрибутера, но занимаются только выделенно вашим ассортиментом. Ничем другим они не занимаются. То есть форматы там могут быть разные. Но всегда, конечно, с тем, что они удаленные, возникают вопросы по контролю. А удаленные это в физическом смысле удаленные? Да, в физическом смысле. Так как прямого доступа, что называется, к телу, к управлению нет, то поэтому их, собственно, и называют удаленными. И если, например, если мы так хорошо развиты, и мы там работаем или по системе сбалансированных показателей, или по процессному подходу, там уже все эти показатели встроены. Там контроль уже идет через внутреннюю систему, уже предполагается, что система контроля там есть. Если мы не настолько продвинуты, нам приходится самостоятельно это предусматривать. И, в первую очередь, это, конечно, система отчетности. Вот интересно, возвращаясь к тем моделям, про которые мы говорили, что у нас может быть самостоятельный филиал, полностью промежуточный и полностью подконтрольный такой. Вот там совершенно разные формы отчетности, принципиально разные формы отчетности. Потому что, если это оператор, мы хотим смотреть все и желательно постоянно. И у нас есть такая возможность просто, потому что это оператор. Ну, как бы возможность есть... Давайте так, у нас есть моральное право такое. Да, у нас есть моральное право, возможность, если мы установили программное средство, и каждый час мы подкачиваем информацию из филиала, тогда мы действительно полностью владеем всем, что там происходит. То есть, в основном, это вот через систему отчетности, если касается и филиалов, но на самом деле и удаленных торговых сотрудников, например, сидящих на базе дистрибутора, то же самое. Я помню, какое-то время назад я разговаривала с компанией, которая называется Nefis Cosmetic. Групная косметическая казанская компания, очень с хорошими продвинутыми технологиями продаж. Вот, у них, например, удаленные торговые персоналы готовят 40 отчетов ежемесячно. Да вы что? Каждый. Когда мы спросили, не много ли, они сказали, да нет, мы только увеличивать собираемся. Мало. Есть чем заняться, во крайней мере, сотруднику на рабочем месте. 40 отчетов в месяц, это полтора в день практически. Ну да, если считать 20 рабочих дней, то это два отчетов в день. Но на самом деле там торговые ходят с писишками, с индивидуальными компьютерами, и там много что заведено, уже непосредственно, как бы, да, им какие-то небольшие пометки нужно вносить каждый раз, да, поэтому вроде бы много это время не занимает. Но, по сути, да, это вот через контрольный, через отчетность, есть очень много моментов, связанные с неформальным управлением, вот, особенно, если мы говорим про филиалы. Ну, например, вот. А что есть неформальный управлением? Ну, например, есть какая-то корпоративная культура в компании, да, и как ее передать, как ее транслировать туда, где-то там, в Владивосток. Вот мы в Москве, и мы привыкли, например, таким-то образом проводить вечеринки праздничные, там, новогодние, или еще, мы привыкли, например, там, с днем рождения так-то поздравлять. То есть это неформальные какие-то процедуры, еще что-то. И тогда очень важно вот систему взаимосвязей обеспечить, вот горизонтальных связей между филиалами, например, и между управляющей компанией и филиалом непосредственно. Огромная работа в этом направлении проводится. Ну, коротенький пример, если успею, да. У компании одной, например, принято так, что два раза в год по месяцу они от представителей, любого представителя, хоть уборщица, в любом филиале принимают предложения по совершенствованию бизнеса. Вау. От уборщицы это, наверняка, да. От любого. Самые результативные. Отборщи работают две группы. Первая группа просто смотрит вал и примерно, как вы, на предмет, ну, просто рациональности вообще здравого смысла отбирает, отбрасывает какую-то большую часть. Остается там, например, пять-шесть. Их вторая группа просчитывает, делает бизнес-планы. Ну, например, после бизнес-планов внедряются две, но потом под аплодисменты, вот там, оттуда, из Владивостока, уборщица, я не знаю кто, да. Это управление, это очень мощное. На подсознании очень сильно действует. Да, да, вот участвует в развитии компании, в развитии бизнеса. Даже вот простой человек, да. Да, так что отчетности не хватает. Нужно вот еще целый ряд других механизмов, которые позволят вот налаживать такое человеческое общение, развитие, возможности развития. И вот, кстати, вы говорите, очень многие сейчас занимаются именно совершенствованием неформального управления, вот это, то есть имеет это огромное значение, да, в нынешнее время. Да, да. Как празднуем мы Новый год, как празднуем... Да, есть такой еще документ, очень интересно, называется корпоративный кодекс. Вот тоже один из таких столпов, где формулируется целый ряд, ну, подходов, которые приняты внутри компании. Знаю, что сейчас очень часто это вырождается там, в чем человек одет, но по факту это, конечно, именно вот про это, как принято, как принято одно, второе, третье. Но, с другой стороны, в чем человек одет, это проще всего, наверное, да, в рамках вот этого корпоративного кодекса прописать, да. Как он думает, как он, я не знаю, там, ходит по этажам, это уже сложнее. Это, наверное, уже приходит, да, с каким-то вот временем, с пониманием, надо пообщаться, да, человек приходит на новое место работы, ему дают испытательные сроки. Наверное, не только, ну, и не столько для того, да, чтобы его профессиональные навыки, а еще как он вольется в коллектив, как он будет относиться к правилам, да, которые установлены. Ну, да, ну, даже такие вот есть моменты, с которыми я постоянно встречалась, когда 120 филиалов было, и сейчас тоже встречаюсь постоянно. Открываем тот же самый Екатеринбург. Вообще говоря, для местного рынка столичная компания, ее филиал, это значимое событие придет. Вот представитель прессы, Финам, ФМ спросит, нам нужно вот интервью взять у вас. А потом прогремитивый, да, по всему виду. Вот вопрос, он имеет право, не согласовав с управляющей компанией, вам что-то сказать? Ну, мне кажется, что нет. Это будет некорректным, как минимум. На самом деле, все компании решают по-разному, да, там, часто именно так, как вы предлагаете. Но это просто один из ситуаций, которые нужно описать в корпоративном кодексе. Я вот про что. Что это свод инструментов, правил, такого неписанного общения, так скажем. Но это наважно правильно или нет? Ну, у нас было, да, то же самое, например, когда мы работали вот в 120 филиалов, да, мы считали, что таким образом. Ну, опять же, чем будет свободнее у вас модель управления, про которую мы говорили, тем больше у него будет возможностей в какой-то момент. Ну, мне кажется, здесь еще и все-таки какие-то личные качества должны, да, в данный момент просыпаться, когда тебе приходят с микрофоном, просят прокомментировать что-то, а ты несешь такое, что сам знаешь, что завтра, наверное, эти поголовки не погладят. Ну, да, но вот я как бы все, что я говорила, это все на то, чтобы снизить вес вот этой личности, чтобы мы сделали таким образом, чтобы всегда была та личность, которая надо. Да, и чтобы она говорила то, что надо. Что надо совершенно, и решала общие корпоративные задачи. Огромное спасибо, Таня, что нашли время. Я благодарю вас, Татьяна Сорокина, генеральный директор Юнит Консалдинг. Сегодня мы говорили о развитии филиальных сетей и дистрибуции товаров. Спасибо, уважаемые слушатели, за внимание. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До завтра.